какую-то динамику смотрите вообще почвоведение это с довольно странная такая наука лирическая к высоко художественная где так однозначно довольно субъективно а уж если говорить про чуваведение которое связано с почвами на мерзлоте вообще в таких вот высоких широтах больших высотах даже в последнее время мы уже занимаемся почвоведением на других планетах числе там креогенного типа да например то у многих вообще возникает вопрос в принципе а зачем это нужно ну что ну в целом люди очень часто путают почвоведение и агрономию до есть человек который говорит что он почвовед сразу становится какой-то образ такого хозников поле какого-нибудь меня он оценивает там спелость она и прочее всего всхожесть такое когда ты занимаешься мерзлотными почвами то вообще трудно людям объяснить зачем это делать потому что там никто ничего не выращивать преимущественно не никаких урожаев там нет вообще людей там живет не так много растительность там очень своеобразные о например для россии да как у нас бил говорить давид абрамов геличинский небесное он говорил что россия выиграла распада советского союза только в одном пункте увеличилась площадь вечной мерзлоты по отношению к общей площади страны ссср она занимала это порядка там 10 чем-то сейчас это почти две трети нашей территории крыта так или иначе галит не мерзлыми породами намерно распространенную сплошной мерзлотой прерывистой островной или какой-либо другой вы видите все что разными градациями голубенького показано это многолетние мерзлые породы на территории российской федерации вот мало того что они занимают вы видите огромную площадь они еще и довольно мощные вот где самые сильные синие цвета там мощность мерзлоты может превышать километр это ну довольно таки серьезный объект для изучения там и самое главное что сейчас вот я покажу это примерно некоторые наши объекты исследований нашей лаборатории поясню что здесь я пытаюсь суммировать работу нашей лаборатории это не только моя деятельность в том числе других моих коллег в том числе стаса вот зачем все это нужно те почвы на которых чего-то растет да как говорил где можно снимать какие-то урожаи что-то сеять что-то жать это вот этот светленький кружочек есть еще другие почвы которые изучались так подробно в силу там труднодоступности своей в силу суровых экстремальных климатических условий тех мест обитания где они распространены знание это вообще в принципе вот эта картинка она может к любой науке быть применима есть какие-то или виды или объекты которые очень хорошо изучены знание о них недостаточно чтобы распространять их на подобные подобного типа объекты которые еще существуют нам шаре и вообще даже вне его предел основном действие многолетний мерзлых пород и вообще криогенного фактора на почвы на ландшафт и в целом на экосистема она делится вот на два мы их вида это физическое воздействие и холод как биологический фактор об этом мы позже поговорим вот посмотрите как и прекрасные криогенные формы рельефа могут образовываться в тех краях где распространены о летнемерзлые породы которые содержат себе очень много льда каждый год это промерзает каждый год это оттаивает все это течет изменяется физическое воздействие на ландшафт и она огромная у вечной мерзлоты соответственно и почвы которые на ней развиваются они тоже этому воздействию подвержены потому что но они собственно на самой границе взаимодействия мерзлоты и атмосферы и биосферы находятся в тесном контакте и это происходит на всех масштабах на всех уровнях от микроагрегатного здесь вот вы видите как выделяется лед при сезонном промерзании при ежегодном промерзании в кориогенных почвах то есть здесь лед выступает мирование льда выступает как агент структура образования в почвах ну что в почвах таких широт довольно холодно и жить там не сильно комфортно обычные агенты структуры образования которые действуют скажем в наших широтах до почвенная фауна это корни растительности различных там генерации от самых тонких до самых крупных формирует структуру почвы здесь там это все не действует и вот одним из немногих агентов которые мируют хоть какую-то структуру в этих почвах является до выделение вот вы видите наверное здесь называем это шлеры да вот они такие здесь на микрофотографии прозрачные и вот эти маленькие линзочки льда они при промерзании сжимают минеральную массу почвы которые там и органическое вещество и все все прочее вот в такие воплощенные чаще всего агрегаты формируется такая особая плитчатая структура только плитчатая в этих почвах как это примерно выглядит условно если есть какой-то нуль момент конечно в природе такого не бывает эта схема происходит сенье промерзание при промерзании шафте эти верхность почвы она острескивается по такой полигональной решетки в зависимости от температуры при которой промерзать если резкое падение температуры то происходит стр и растрескивание по там упнам по крупной сетке полигонов зависит от влажности если медленное промерзание то вода успевает оттягиваться к фронту промерзание решетка это становится более частый например это очень все зависит от температурных условий промерзания формируется такая полигональная система на поверхности почв которая встречает разнообразие этих почв в таких условиях то есть вот в этих в обводненных полигональных трещинах там мируются одни типы почв торфяные например где больше увлажнения меньше испарения на полигонах могут быть почвы по суше это очень очень разнообразно в данных условиях вот как это примерно выглядит а деле то старенький снимок со слайда но он очень очень красиво оказывает на такие вот полигончики на которые растрескивается вся эта тундра много сотен километров во все стороны и осеннем промерзании вот эти полигончики формируются это вы видите регион лынской низменности где в основном наша лаборатория работает и основные картинки конечно будут оттуда как это выглядит с высоты птичьего полета очень красиво но если туда попасть в сапогах то ходить там очень неудобно нужно в этих лужицах провалиться и мочиться вот так выглядит в общем почвенный покров в таких вот криогенных экосистемах где развитые многолетние мерзлые породы если бы их не было если они не подстилали почвенный профиль вот такой системы полигональных трещин и формирование вообще вот такого микро и мезорельефа не происходило бы потому что мерзлота это роль водоупора в данном случае поэтому этой массе воды некуда деться этому она постоянно переходит то в лед то опять оттаивает каждый год сна и тех же прочих равных условиях географических и отсутствия мерзлоты чаще всего такое мирование рельеф не происходит и вот например есть интересный феномен в рельеф образования такие бугры пучения это тоже очень часто происходит в таких водненных экосистемах воде некуда деваться и она ежегодно при промерзании и оттаивание оттягивается к одному какому-то слабому месту к фронту промерзания и формируются такие вот бугры пучения с огромной диной линзой внутри вот этот процесс он собирает всю воду с окрестностей бры могут высотой достигать до 150 метров и в ширину могут там до 200 400 метров быть огромный бывает форму рельеф вот в начале на вот эта картинка слева вверху это вот подобный такой бугор пучение или под пинго ли уцки или там эскимосские не помню по североамерикански еще один такой важный рельеф образующий процесс это собственно таяние мерзлоты не сверху на а сбоку уж мерзлота это тело довольно большое и очень часто эти это тело взаимодействует например с речными системами зернами системы выходят на берега морей северных в основном конечно и подвергается таком боковому боковой эрозии когда стри волн мир она размывает постоянно смывает эти осадки мерзлота тает не так не только сверху до от сна на там температуры воздуха а еще и тает сбоку температуры воды и воздействие волнового в летний период а не рельефа образования вообще формирование ландшафта мерзлота является очень динамичной системой и мируется очень-очень разнообразной формы рельефа с разнообразными веселыми названиями вам дальше их немножко покажу например как это выглядит на на деле тот светливый пляж восточно-сибирского моря это вот все что вы видите блестящее это вот как раз и есть к летне мерзлые породы очень древнего возраста но в данном месте я думаю что это порядка 15-25 тысяч лет выходят многолетние мерзлые породы и вот они ежегодно действием или на отливных вот этих циклов и волновой эрозии они вот размываются и выносятся в морскую экосистему прибрежную экосистему и здесь накапливается такой на пляже огромный слой переотложенных уже оттаивших многолетние мерзлых отложений вот протаяние недавно шла у нас статья про собственно это мерзлота или нет тем ключевым участком на которых мы работаем в основном несмотря на то что мы находимся в относительно стабильной такой климатической ситуации то есть восточная сибирь она север особенно восточной сибири он к еще пока еще держится он довольно консервативный в этом отношении потому что там мируется вот этот мощнейший антициклон как который поставляет вот эти которые отрицательные до минус 50 градусов и позволяет все-таки мерзлоте таять такими темпами как это например происходит в более западных секторах или например северной америки другая атмосферы одно и даже здесь вы видите что есть отклонение это вот температурные аномалии точнее температурные аномалии аномалии глубины деятельного слоя то есть условно галетний средний галетний средняя глубина деятельного слоя которая отбита нулем то мы видим что в последние годы все вас практически наши участки и ключевые точки зрения деятельного слоя они все выходят уже в положительные аномалии то есть титан тоже оттаяние этой мерзлоты начинает наблюдаться и отчетливо в западных секторах это все давно уже в положительной зоне то можем видеть и невооруженным глазом вот с очень интенсивно обсуждается проблема почему текла солярка в норильске вот одна из причин это как раз таяние мерзлоты потому что когда строили эти емкости турный режим пород и температурный режим почвы глубина оттаивания были одни а сейчас уже все совсем по-другому об этом еще немножко позже я скажу вот как это выглядит словно с воды вот это как будто сейчас на лодочке на реке колыма этого дуванный яр который мы вот или в прошлом году в том числе и со стасом и снасти здесь вот вы видите как это как происходит собственно это таяние боковое все это выносится в окружающие экосистемы и вот там наверху маленькая маленькая нашлепочка это есть современной почвы деятельность слой то есть это редко 80 сантиметров или 1 метр максимальной глубины оттаивания в которой оттаивает каждый год сверху вот это остальные 60 метров ты толще не оттаивают счет работы реки колымы оттепляющие воздействия вещей то это нам дает это нам дает открытая книжка истории развития этого этого региона потому что эти конкретно отложения накапливались следовательно следовательно промерзали называемый синкриогенный тип отложений когда идет постоянное накопление садка от разных факторов и оловы привнос или водой привносится что-то есть разные механизмы накопления и он постепенно промерзал это все было вы видите по датировкам в те времена когда там ходили мамонты да там была совершенно другая так называемого тундра степь все это накапливалось в течение там 50 тысяч лет а в некоторых случаях и древней и все это сохранилось с ехав эти объекты вот историю развития этого региона изучать от современного момента глубь в историю где как позволяет стенка или если вы например будет скважину и у вас есть возможность то есть можно получить опалеоархив данных любых вот период здесь порядка 50 тысяч лет а вот есть интересный объект верно нет нет я только вошел спасибо большое извиняюсь и проходить спасибо вот этот объект наверное тоже некоторые из вас слышали так называемая батагайская котловина или некоторые ее называют батагайский кратер самом деле это просто овраг то он очень большой есть примерно та же работает система то есть размываются вот эти стенки галет не мерзлых пород и счет того что это так и такие предгорья здесь есть уклон базису и рози то есть здесь протекает река весь этот материал выносится конечно если бы это было на плоской поверхности он бы скорее всего плыл бы этими осадками если бы они не выносились и собственно его развитие остановилась бы но за счет того что он стоит на таком склоне и там есть скальное основание еще под ним это дренируется все это выносится ромной скоростью вот этот вот овраг который высотой и примерно 100 метров и шириной где-то около километра вот этот каплевидной формы он развился всего лишь за последние вот 50 лет условно говоря причем вот вот примерно сейчас вот так вот он выглядит к сперматозоид его на некоторые вот он он очень большой можете ставить на самом деле здесь играла роль какая там не природная ситуация не воздействие там не реки не повышение температуры или чего-то просто в конце 60-х годов надо было добывать полезные ископаемые в одной из снастей были близлежащих этого надо было сделать туда дорогу как сделать туда дорогу сильно особенно никто не понимал просто сделали сделали вырубили ему благодаря этому изменился сток пился в начале линейный размыв этой территории потом он начал вот так расплываться в бак по бокам формировать вот такую вот систему вот тут рядом виден еще один древний такой который дошел видимо до базиса эрозий когда ты остановился это вот современный как он сейчас растет то есть легкой руки бытчиков полезных ископаемых вот сформировалась такое туда торе и якутии тора дает нам побольше шеник исторического развития территории картину то есть здесь нет верхов по датировкам то есть относительно современных отложений гола ценовых которым там 85 10 10 тысяч лет их нет то начинается сразу примерно с 25 тысяч лет то цен практически поздний да и уходит в до раннего плейстоцена то есть 210 до среднего плейстоцена осл датирование показывает с предварительно эти толщи имеют возраст примерно 210 200 здесь тоже все это заархивировано здесь полно прослоев обогащенных органикой обогащенных какими-то днями пнями впрочем здесь вот все как это развивалась территория в течение этих 250 последних лет это все как один огромный морозильник это позволяет охранять биологические объекты в том числе как вы верно знаете некоторые часть из них даже может сохранять свою жизнеспособность конечно не каждый мамонтенок или мамонт которую мы находим злоте может встать и пойти как известно кутские японские ученые совместно работают над этим вопрос может быть и пойдет ну что чего-то какие-то там успехи в этом отношении у них уже есть вот например сибирский углозуб который каждый год промерзает полностью на 7 8 месяцев вполне спокойно весной в мае и июне оттаивает бежит по своим делам размножается в том числе и потом также спокойно промерзает полгода и больше вот еще немножко поближе этот исторический объект называемая берингия древняя когда была плейстоценовая эпоха уровень мирового океана был гораздо ниже чем он есть данный момент в том числе но прежде всего из-за того что были покровные оледенения в западном секторе например евразии гренландский щит кольский щит таймерский щит все это оттягивало на себя очень большое количество воды и уровень океана был 20 на 30 метров ниже современного и между праздник и северной америки существовал вот такой вот проченный в определенные периоды своего развития мост который связывал два континента вот например же я вернусь к вопросу которые задал жене а горин насчет того что и виды проникали в ту сторону какие виды в другую видите что это в общем-то не турникет в метро что там ты прошел и и все и больше тебе обратной дороге нет огромная и тория суши которая существовала огромное количество тысяч лет подряд они бегали туда и сюда кто-то выживал кто-то приспосабливался формировались новые виды под виды вот этой экосистемы тундра степная где можно было ходить азии в америку каждый год по два раза туда назад это все проходит происходило не там 20 25 тысяч лет как минимум позднего цена есть не гипотезы есть доказательства того что или периоды частичного затопления этой территории но и в среднем плейстоцене когда были тоже массивное оледенение это суши тоже существовало то есть вот в эти триста тысяч лет назад и в раннем плейстоцене который 18 миллионов лет тоже это было есть это сирующий так просто сейчас мы живем в по цене уровень океана мирового гораздо выше чем был тогда здесь мы имеем просто берегов пролив который тоже в общем-то небольшой 70 километров от эти отложения как видите они сохраняют жизнеспособную и не жизнеспособную как вот этот теленок фауну который очень хорошо сохраняется в этих отложениях если они оттаивали если вот так вот удачно найти как какую-то такую тушу дата и можно делать все да вот особенностей они этих животных них желудки какие паразиты кожи вообще 50 тысяч лет может быть там у них был третий рок которым они перестали пользоваться то есть огромное количество информации хранят эти многолетние мерзлые породы это такие вещи очевидные до которые на слуху но и сами почвы они тоже являются палеоархивом современные почвы до которые показывают функционирование этих экосистем там за последние две тысячи лет к голоценовый отрезок времени где протаивала в два раза больше например тоже остаются следы формирования этих почв и вообще функционирование к системам и есть в этих мерзлых отложениях есть погребенные почвы то есть смотря на то что считается вот ухоп листоценовая была очень холодная по очень такая неуютная а даже внутри нее и периоды так называемых кратковременных кратковременного такого смягчения климата то есть это не азы оледенение межледниковья а эпохи эпохи такие смягчения климата которые позволяли развиваться даже почвам на этой территории пусть довольно слаборазвитым в течение длительного времени это могло происходить вот здесь видите в толще этих осадков листоценовых есть несколько генераций вот здесь вот их одной картинки видно сразу три и все конечно датируются если они попадают радиоуглеродного датирования и они сохраняют внутри себя информацию о том как выглядела вообще экосистема что произрастало кто там жил начиная от самых мелких организмов простейших и до стене до высших растений даже мы встречаем там норы грызунов хорошо сохранившиеся то нам дает очень большую информацию о том вообще как исходит его консервация этих объектов плате ведь всех интересует в основном конечно можно ли замерзнуть и потом оттаять и дальше жить отношению к микроорганизмам довольно давно в том числе и работами нашей лаборатории показано что принципе это возможно и на протяжении довольно длительного времени микроорганизма сохраняют эту жизнеспособность вот механизм благодаря которому это может происходить то есть как и виды остаются в мерзлоте жизнеспособными какие не могут ее сохранять эту же особенность этот вопрос как раз дает ответ именно взаимодействие современных почв подстилающий мерзлоты то есть мы видим на примере условно до биоразнообразие современного что что живет современных почвах гола ценовых видим что частично в или иных отложениях галетни мерзлоты какие-то да и вот данном случае это целиаты какие-то виды могут сохраняться какие-то вот это вот достающая часть этой колонки они не сохраняют жизнеспособность и мы видим что лучше всего конечно эти организмы сохраняются именно в погребенных почвах или в таких вот замкнутых нишах как экологических нишах как погребенные норы то есть там для них формируются более удобные условия которые позволяют все-таки эту жизнеспособность сохранить опять вечный вопрос например взаимодействия современных почв и многолетней мерзлой 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 мерзлоты это баланс углерода опять же стично отвечу уже на женин вопрос про писсию углерода или парниковых газов из современных почв или галетни мерзлых пород она ведьма значительно но смотрите здесь все всегда упирается в вещи это количество ну выборка простов которые проанализируем на этот момент на этот вопрос и собственно методика расчета когда уже совсем а цене чем вот можно заниматься этим от честно хотел посмотреть то у нас на данный момент с этими вещами и наткнулся на вот такую штуку во первых мне очень понравилась картинка сейчас покажу видно или таяние мерзлоты нормально видно она привлекла конечно сразу мое внимание вот эти атланты держать держащие почву на своих ледяных плечах потом тающие падающие очень красиво нарисовано но самое главное в том что это вот наши друзья из вудс холла они заявляют но сейчас довольно скромно да что все что раньше считали подверженным эмиссии вообще каков пул углерода в многолетний мерзлых породах все неправильно все как минимум в два раза больше чем мы раньше думали то есть на самом деле это такой вопрос довольно политический отчасти такой спортивный все борются кто больше насчитает углерода кто больше напугает своих коллег ну коллег обычно трудно напугать а вот всяких там ломейкеров и decision мейкеров которые могут вдруг подкинуть денег на какие-то исследования вот напугать их что это все очень важно и вот атланты найденных плечах тают как будто тут вулкан какой-то на них пролился славой вот поэтому оценивать эмиссию из мерзлотных почв или тающих многолетних мерзлых пород это занятие такое не не сильно благодарная вот я им заниматься не очень хочу хотя в общем с нашим объемом данных нас часто приглашают этим заниматься она безусловно сравнимо с глобальной эмиссией антропогенной но я говорю по разным подсчетам кто-то считает что она превышает антропогенный вклад кто-то считает что они примерно равны кто-то считает что антропогенная эмиссия парниковых газов огромная а вот как раз мерзлотной почвы особенно там какие-то болотные торфяны являются стоком для этого углерода что например выгодно россии как самой заболоченной стране наверное в мире да может быть нам скоро будут доплачивать по киотскому протоколу парижскому меморандуму будут доплачивать за каждое болото что мы вот являемся стоком для международной эмиссии парниковых газов вот все то что вы видели на больших масштабах ты сотни метров мощности все это точно также происходит и на небольших масштабах временном почвенном профиле действует все те же криогенные процессы точно также может захораниваться в профиле органическое вещество точно также со всеми теми со всем тем населением которые когда-то жила на поверхности а потом вдруг например склон начал оплывать и вдруг они оказались середине профиля где очень ник неуютно и вот они вынуждены как-то приспосабливаться и вами мы на самом деле поняли что это вот и есть тот механизм который первично отсеивает тех кто может в этом трамвае прожить до перехода в многолетнемерзлое состояние и тех кто не может с нашими коллегами и в том числе из лаборатории с настей шатилович мы делали работу в таких вот объектах изучали количество жизнеспособные именно почвенные биоты и увидели что вот при сравнении современных почв и ранее исследованных образцов из многолетних мерзлых пород есть определенный я не буду здесь показывать более подробные картинки просто покажу уже финальную картинку где показано что есть определенный кластер организмов которые способны которые существуют как современных сейчас почвах так и сохранили свою жизнеспособность в древних многолетних мерзлых породах которым там 15 тысяч лет 18 25 и так далее есть часть определенное сообщество которое не сохраняет свою жизнеспособность в мерзлоте и есть определенная часть сообщества которое является древней который не встречается в современных почвах то есть вот примерно как это сито много сотлетние действует вот остаются только те ну как вот человек выживут только бюджетники это вот примерно вот этот вот вариант один из важнейших аспектов вообще за счет чего это может происходить и почему такое биоразнообразие мы можем встретить вот в этих многолетних мерзлых породах это как раз из-за того что при накоплении этого осадка и его дальнейшем промерзание всегда действовали процессы и почвообразования и накопление органического вещества и накопление биофильных элементов именно в те эпохи когда там бродили бесчисленные эти стада мамонтов бизонов лошадей и прочих ведь сложно же себе представить да что в какой-то неуютной тундре до что-то похожее на серенгете и там бродили многотысячные стада и биопродуктивность этого этой экосистемы была очень высокая она позволяла такому количеству животных выживать и в том числе следы этого существования этих животных и растительного сообщества они сохранились в мерзлых отложениях которые при оттаивании вот когда эта стенка которую вы видели мерзлая начинает таять немножко нагреваться вода переходит изо льда уже в жидкое состояние это все немножко смачивается там сверху и снизу но тут сразу же вырастают прямо оттуда мхи злаки хотя вокруг это северное таежное редколесье там они лисе лиственницы и кустарники это совершенно как бы не типичная картина вот вы видите да наверху лиственничное редколесье северо-таежная это 70 напомню градус северной широты а здесь у нас лук с пижмой с ромашками из со злаками то есть примерно так наверное выглядела вот это тундра степь и никто не может достоверно сказать это птичка на лапке принесла это семечко или это выросло прямо из оттаивших многолетних мерзлых отложений скорее всего это это но в этом направлении множество наших коллег работает вот видите как это выглядит это настоящая саванна хотя вокруг тайга наверное многие тоже из вас слышали что впущено как раз из образцов полученных из погребенных норм грызунов были выращены впервые жизнеспособные высшие растения которые смогли развиться там был сложный период и подготовки этих семян и обработки но достоверно доказано спродатировано что из этого материала извлечено жизнеспособное растение цветково которое вот дошло до генеративной формы и сейчас в институте биофизики этих горшочков там со смолевкой уже не одно и не 10 наверное не 20 поколение вот как сохраняется в этом крио банке все что угодно том числе вирусов о которых рассказывал я так предполагаю стас до цветковых растений ну вот например работы были по нематодом которые тоже после длительного криобиоза способны сохраняться ну и давайте немножко еще расскажу вам раз почва и мерзлота в северном полушарии немножко была охвачена но одна из важных частей нашей работы в последние годы примерно там последние лет 10-12 это собственно разработки теоретического и методологического вообще понимания что такое почвы вот на ледовом континенте в антарктиде потому что это довольно сложно было на первых порах вообще доказать что там существуют почвы но нам это потихоньку более менее удается вот здесь вы видите карту с объектами где мы работаем в основном ежегодно мы посещаем примерно половину из них часть из них посещается там от года году или там раз в два в три года как позволяет логистика но это тоже объект наших постоянных исследований в том числе и почвы и в том числе и мерзлоты потому что прытая льдом в антарктиде все-таки есть и и немного конечно ее порядка по разным оценкам от 1 до 5 процентов всего от общей территории континента а почвы и это еще один пять процентов от этих 1 5 процентов то есть это вообще не очень большой по площади объект но возвращаясь к тому слайду когда мы должны изучать все шире и шире вот это видовое разнообразие объектов нашей почвенной науки вот это как раз тот случай то есть очень много и очень многие подходы классического скажем так почвоведение они в антарктиде вообще оказались неприменимы вплоть до того что там в некоторых ситуациях вообще даже лопата не нужна достаточно ножа настолько маломощно эти почвы но давайте я вам их покажу немножко и про них расскажу про их особенности ну да вот недавно мы отмечали столетия как раз первых почвенных исследований в антарктиде интересно вообще вся наука антарктическая очень сильно была привязана вот к этим геофизическим годам и такие волны всплески исследования вот когда это все проводилось и потом там 30-40 лет тишины потом опять в 50-х годах еще один геофизический год опять всплеск исследования опять тишина и только логистика и солярка и только вот в последних последний геофизический год который был на 2007 2008 были масштабные очень исследований в том числе почвенно мерзлотных которых мы участвовали вот посмотрите если вы посмотрите центральную часть этого снимка слайда вы увидите довольно безжизненную до картину для обывателя но для почвоведа как выяснилось это настоящий рай то есть разнообразие почв почвоподобных тел каких-то формирований напоминающих почвы по своему морфологическому строению или там который уже не функционирует как почва здесь настолько велико что вот вот вы видите какой спектр здесь вообще в одной этой долинке наши коллеги из институт географии разглядели самый огромное количество таких лимитирующих факторов которые часто люди их называют экстремальными факторами среды среды то есть то что то что не дает в общем развиваться этой системе и почему там не растут уже не растет уже трава там какие-нибудь деревья и все прочее там это и ультрафиолетовое излучение очень жесткое и очень жесткий ветровой режим но вот аспекте почвообразование и вообще взаимодействия биогенной части и а биогенной то есть минеральной это доступность жидкого жидкой влаги в основном практически на всей территории антарктиды осадки не выпадают в жидком виде жидкая вода только в условиях снеготаяния происходит это очень ограничены период в начале вот этого снеготаяния в южном полушарии летом и здесь вот на этом на этой картинке вы можете увидеть что собственно и развитость этих почв и ну как это морфологическая выраженность горизонтов она растет при собственно приближении к источнику в данном случае там к небольшому водотоку или какие-то вот такие наскальные убежища где талая вода может скапливаться немножко накапливаться снег и там могут формироваться тоже довольно развитые почвы все остальное выглядит довольно безжизненно но несмотря на эту безжизненность да вот это оазис холмы ларса мана да вот казалось бы да что тут делать почвоведу это очень сложно было доказать что мы там нужны прямо до невозможности это все безжизненно но если у вас есть геологический молоток да то можно стукнуть по камешку близлежащему и вы увидите там такой вот ботанический сад прямо прямо внутри камня это так называемое индолитное почвообразование особый тип взаимодействия биоты и минеральной составляющей среды который вот распространен именно в таких жестких условиях где сильные ветра сильное воздействие секущая снега жесткое ультрафиолетовое излучение и на поверхности делать нечего там не выжить а вот если ты сумел проникнуть вот верхнюю часть породы там тихо спокойно тепло солнышко нагревает кварц необходимое количество света пропускает и там можно жить и жить в течение многих многих лет и самое главное опять возвращаясь к теме углерода мы тоже не остались в стороне в этом отношении посчитали на самом деле вы есть именно вот в таких нишах до которые вроде бы с первого взгляда представляются такими ну несущественными даль не похожими на вот на обычные почвы которые мы видим там у ручьев или у озер рек или под амхами именно они за счет того что это огромные площади они содержат себе самую значительную часть углерода в антарктиде именно вот эти вот микроскопические почвы и существовать они могут идти и другие довольно долго вот здесь было посчитано среднее пребывание до углерода в почвах то есть полтысячи лет это вот по гуминовым кислотам аналитика это очень серьезный период для таких условий антарктических где постоянно идет и снеговой перенос и все может там и смыть какой-нибудь талой водой со снежника то есть это постоянные в общем-то тела которые развиваются на одном месте что и в общем доказывает значимости процессов почвообразования и в антарктиде тоже там конечно есть разнообразные почвы которых других регионах не встретишь этот в том числе и орнитогенные почвы там есть огромные колонии не летающих птиц пингвинов которые формируют вокруг себя вот такие дурно пахнущие но очень красивые почвы и летающие птицы тоже оказывают воздействие на процессы почвообразования это очень интересный феномен который называется орнитохория то есть вот например буревестники чайки помордники они строят свои гнезда из кусочков мха например из каких-то куртинок злаков и приносят их в такие места где злак сам по себе не поселился бы никогда на всякие скальные обрывы на только что там отошедшие на площади где только что отошел ледник например на моренный материал свежий и именно благодаря вот этой орнитохории происходит и заселение колонизации растительностью и почвенной микробиоты и начинает формироваться в том числе и почвы в таких мест обитаниях или например то что мы с легкой руки а баком уважения назвали почва анфибии то есть это по берегам антарктических по берегам антарктических озер вот формируются такие почвы где растительный покров представлен водорослевыми матами вот такими как красными иногда рыжими озеро может наполняться может высыхать эти почвы могут затопляться могут оттаивать но вот они тоже формируются в таких специфических условиях накапливают себе углерод и в общем представляют огромный интерес для изучения и расширения собственно познаний почвенной науки ну и конечно без человека и воздействия человека не нельзя обойтись давно уже антарктика уже не девушка уже порядка полу века идет огромное интенсивнейшее освоение этих территорий и даже мы посчитали например плотность населения в отдельных в отдельных местах в отдельных оазисах может быть сравнимо с европейской в общем-то а в некоторых случаях и даже с азиатской то есть количество полярников на площадь на единицу площади свободной ото льда и снега она настолько велико что сами видите эффект антропогенного воздействия на полярные экосистемы ну вот немножко про вот эти проблемы антропогенного воздействия в том числе на мерзлые почвы опять же же не спрашивал про у нас почв к самоочищению от нефтяного загрязнения как она была рассчитана безусловно это карта она создает создавалась не на полевых данных полевые конечно привлекались но невозможно покрыть вот такую огромную территорию до именно натурными исследованиями то есть условно разлить там нефть или нефтепродукты и посмотреть там сколько времени займет это все это конечно сделано на образцах на модельных экспериментах в разных температурных условиях то есть примерно известно при каких температурах в летний период формируют существуют эти почвы или существуют эти почвы образцы материала из-за различных горизонтов просто набираются и аборигенные микроорганизмы которые способны вот деградации углеводородов в общем то проверяется их активность проверялась их активность добавлялась то или иное количество загрязняющих веществ и процессе эксперимента становилось понятно сколько времени нужно при каких температурах при какой влажности для того чтобы условно довести содержание этих нефтепродуктов до допустимого вот так на так это в общем то происходит но вот если вы вспомните наверное все вы видели в телевизоре что там происходило в норильске основная причина как сейчас в общем то все почти уверены это именно таяние мерзлоты это сдвиг фундамента тех цистерны емкости где хранилась эта солярка деятельный слой увеличился там несущая способность свои изменилась и все это рухнуло и потекло но в отличие от подобных происшествий на территории где нет мерзлоты здесь есть одна особенность вот эта поверхность многолетних мерзлых пород так называемый вот деятельный слой он препятствует проникновению частично препятствует проникновению этих нефтепродуктов и углеводородов дальше внутрь в очень образующие породы в коренные породы все убегает все что может улететь легкая и быстро испаряемая все конечно улетает под воздействием и ветра и солнца но огромная часть этих нефтепродуктов попадая в почву она аккумулируется именно в этом деятельном слое и даже если вы на поверхности можете не увидеть серьезного загрязнения то ниже например по базе суэрозии в каком-нибудь речном обрыве может забить ручей из солярки через там два-три дня или два-три месяца или два-три года после непосредственно разлива поэтому все это очень сложно аварии на таких в таких экосистемах помимо того что вы слышали все что это труднодоступный район и что это мало слова освоенная местность как это вообще там все собирать но дело в том что именно и собирать то там уже ничего проникающая способность вот этих углеводородов она заполнила весь этот почвенный деятельный слой и все это побежало вниз туда в эти реки это все борьба с ветряной мельницы уже ну конечно кучу денег там освоит на этом может быть и нас позовут тоже в конце чего-нибудь посмотреть и посчитать посмотрим вот вам примерно как выглядит этот мерзлотный микрорельеф то есть вот если у вас на холмике стоит это цистерна то вот поэтому мерзлотному водоупору все это побежит в овражную сеть а там дальше по всем остальным рекам речушкам и когда есть какие-то нарушения либо природного характера как здесь например как это заболоченная территория или техногенного характера то и сам рельеф этого мерзлотного водоупора тоже очень сильно изменяется и формируются такие ловушки очень часто можно будет потом увидеть это много раз доказано что в мерзлотном микро и мезорельефе существуют такие вот ловушки для любых веществ которые способны к миграции в растворенном там виде каких-то суспензиях да и вот здесь таких ловушках том числе та же самая солярка может накапливаться и потом потихоньку где-то это сыграет со временем то есть это очень сложная очень сложная система именно вот физика географическая чтобы понять что куда утекло и что где собирать и чего где искать ну мы делали какую-то работу однажды по биоремедиации с самостоятельной антарктических почв которые загрязнены потому что по протоколу нельзя никакие биопрепараты в антарктиду привозить потому что это инвазивная микро биота а вот из тех микроорганизмов которые сами непосредственно живут в мерзлотных почвах в общем то можно получить от них толк они там тоже есть и при соблюдении необходимых каких-то условий они вполне могут доводить содержание углеводородов в почве до допустимых но то есть такие работы проводились тоже и нами в том числе ну вот картинка да помните может быть кто-то помнит знаменитый эксен вальдес до который разлился в море не выбросил эти 31 тысячу тонн и до сих пор там никто не может сказать что мы окончательно справились с этой проблемой там по вот недавно я смотрел как раз когда готовился что там еще порядка 50 или 180 тонн в той или иной степени трансформированных нефтепродуктов где-то накоплены то есть это на многие десятилетия так и здесь вот этим не буду говорить это слово ну халатностью до назовем это вот это экосистема испорчено на многие десятилетия вперед единственное что я могу сказать в этом отношении что норильск в общем и все что вокруг норильска она и так не сильно живое они убили там давно уже все своими выбросами особенно если посмотреть по спутнику порозе ветров там мертвая просто тайга или леса тундра на сотни километров вокруг поэтому жалко конечно но хорошо что это не произошло в каком-нибудь более-менее приличном месте где еще хоть что-то было живое а здесь уже ну 25 тысяч тонн солярки ну как-нибудь зато красиво выглядит вот поэтому в том числе и наша лаборатория работает над марин мониторингом и деятельного слоя температуры многолетних мерзлых пород вот этот вот наш основной сектор который восточной сибири находится мы мониторим это все и докладываем и в том числе наш коллега наверно вы много слышали сейчас интервью дима стрелецкий это все было сказано много раз много лет назад что надо все это останавливать перестраивать перезапускать иначе все это рухнет и польется ну вот вам живой пример из реальной действительности все спасибо вам большое как раз примерно час и получился на как я предполагал если есть у вас какие-то вопросы а ну если вдруг вам интересно не про науку почитать а про то как на как наука путешествует вокруг антарктиды бездельничает мы сделали вам интересно приходите прощайтесь все спасибо спасибо лёш большое за интересный доклад вопрос понимаю я много всего на это ну да нужно раскачать и кстати что касается книжки там ты выключался какой-то момент я на всякий случай еще раз повторю я видел книжку она очень интересная красиво нарисованная и действительно передает эту атмосферу поэтому кто любит такие штуки очень рекомендую да татьяна у вас вопрос да 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 у меня два совершенно глупых детских вопроса первый вопрос насколько реально найти в вечной мерзлоте но если совсем глубоко порыться останки динозавров такие же как мамонтов допустим я имею ввиду мясные останки ну или более-менее живые не окаменелые кости если это вообще в принципе возможно ну вообще динозавры холоднокровные как бы в условиях вечной мерзлоты сильно комфортно поэтому когда были оледенение конечно никаких динозаврах речь не шла то есть они уходили оттуда раньше чем их могла накрыть вечная мерзлота в основном из насколько вы помните динозавры вымерли где-то 65 до миллионов лет ну да мы говорим о людях времени об отрезках времени немножко поближе к нам то есть это последний миллион лет полмиллиона лет тоже я я по-другому переформулирую свой вопрос дело в том что то что доступно для исследований например в пустынях там это все как бы мы раскопали нашли кости там и все такое а вот то что сейчас покрыто вечной мерзлотой там в глубине в почве вообще в принципе ведь когда были динозавры планета в этом месте была достаточно теплая и там могли могло что-то в итоге сохранится но мы этого не не знаем поскольку все это покрыто вот этой мерзлотой если совсем глубоко порыться я имею ввиду совсем глубоко я говорю опять что рассматривается до мерзлоту просто как температуру как тело ограничено отрицательными температурами до в определенных случаях она распространяется и там где вот эти скальные породы просто промерзли за счет того что последний единение было низкой температуры они все перешли в специально температурное состояние но это не значит что сами породы тоже образовались в этот момент и какие-то животные которые там бродили они могли попасть под эти условия что есть разные вещи есть возраст пород вот раз промерзание этих пород они чаще всего не совпадают вот в этих я вам показывал да с обрывами где то что я говорил синкриогенное мерзание то есть осадок накапливается и промерзает довольно быстро перехода в многолетнее мерзлое состояние мы посчитали порядка 150 лет уйти за это время при таких вот суровых условиях сильно ничего не не преобразуется поэтому мы находим вот эти тушь монтов бизонов которые выглядят как живые а породы которые сформировались в эпоху динозавров не конечно там все фасилизировано там нет он быть никаких остатков с мягкими тканями то что они потом промерзли оказавшись в зоне многолетних мерзлых пород это ну как бы уже ни на что не влияет они давно много миллионов лет назад преобразованы лишь миллионов лет назад промерзли понятно а второй вопрос тоже из этой же оперы например на такого же уровня научного когда если вдруг есть такая гипотеза если вдруг вечная мерзлота начнет интенсивно таять то там предполагаются большие запасы метана и выделение этого метана в атмосферу приведет к необратимому потеплению когда его уже невозможно будет остановить насколько это реальный сценарий я говорю это опять же из разряда кто как любит считать углерод не тут речь не о метане принципе то непосредственно сам метан он выделяется и оттаивание мерзлоты только в случае вот они называются загидратов в случае тайник газогидратов метановых наши на шельфе северного ледовитого океана непосредственно сразу выходит метан а здесь речь идет о том что тает повышается температура тает мерзлота освобождается углерод который там законсервировал этот углерод начинают микроорганизмы в том числе метаногены потому что чаще всего это все потом перри откладывается и попадает в анаэробные условия довольно быстро метаногенез именно в таких условиях происходит тогда начинать собственная эмиссия этого метана но точно так же этот любого метаногена есть свой метанатур как известно этот баланс углерода он виде он попадет он тоже должен быть достаточно лобильным то есть умным для твоего не огромное количество того углерода который оттаивает например с тех же стенок мгновенно сразу же перри откладывается там в речными экосистемные выносится в море там находятся в тех условиях где его никто не будет потреблять то есть кто не может дать гарантии что на этом тонна углерода оттаившая на стенке многолетних мерзлых отложений она будет вся употреблена еще из нее полностью будет сформирован там метан или углекислый гак это далеко не так очень не то что небольшая часть но далеко не все сто процентов того углерода который высвобождается при таянии мерзлоты потом вступает вот в эту цепь и приводит к формированию того же метана ну то есть все не так страшно как это малю это понятно ну если вот я говорю болотные все вот эти экосистемы это на самом деле является стоком углерода да потому что сбалачивание идет торфонакопление если все хорошо то весь этот углерод депонируется в виде этого торфа и лежит там спокойно дальше свои там сотни лет или тысячи лет этот баланс это очень сложная вещь там очень много входящих исходящих которые надо учитывать взаимосвязи это тема такая чаще всего политическая напугать если кого-то то тогда ты можешь посчитать так что у тебя будет метановая бомба хочешь более менее честно посчитать то поймешь что примерно более-менее у нас есть баланс до входом этого углерода вы к систему его там депонированием или иной форме все все зависит от обстоятельств кто платит спасибо спасибо есть еще вопрос у меня вот такой вопрос вдруг помимо моего списка уже готова в антарктиде есть ли палео почву климат и там было в разном до бывали какие-то и потепления в том числе там есть вот этот вот вот эта вот запись которую мы видим на батагае да на обнажение сквыне по идее там же тоже есть морские морские обрывы наверно или можно пробурить скважину отограть термин посмотреть если там поле очень в основном чаще всего антарктида выглядит свободная ото льда примерно так как на вот этой картинке то есть это чаще всего скальная поверхность коренные породы то есть там нету это не осадочное отложение преимущественно потому что все все то о чем я говорил сети погребенной почвы и синкриогены и оловой там или какие-то плестоценовые отложения это все осадочные отложения в антарктиде с есть тем мест открытых свободных ото льда где сохранились пачки осадочных отложений но это чаще всего очень древние отложение вот эти угли карбон там же и динозавров да насколько я помню находили каких-то какие-то как раз полно всяких и динозавров и папоротников и чего угодно когда это еще была гондвана в отдельных местах вот эти пачки этих отложений при сухих долинах они сохранились но таких аналогов к осадочных отложений которые бы накапливались и промерзали в таких масштабах которые мы видим в северном полушарии в наших секторах в антарктиде этого нет это есть отдельные ну такие то что называется там ловушки те же самые локусы на где например склоновые отложения склоновый делювий там накапливался течение определенного какого-то периода истории развития этой территории они есть но они небольшие то есть даже просто найти какое-то место с довольно с относительно мощными рыхлыми отложениями да то что называется вот льдистой мерзлотой чтобы пробурить там скважину получить керн поставить туда приборы для мониторинга температуры чего угодно еще таких мест очень сложно найти в основном это все практически везде скала понятно а вот как получается что в каких-то одних местах есть отложение этого возраста каких-то местах нет позднего плейстоцены да и дом как так получается в этих местах в это время не накапливать вообще остатки или нет в основном вот почему здесь нету верхов физическим положением они конечно здесь были потому что ну как это же не может быть чтобы сразу все началось вот так просто за счет того что это находится в такой условиях среднегорья здесь склоновые процессы довольно активно развиты и здесь но на самом деле трудно сказать он был и стал снесен да ну его унесло в этот же самый по склоновой сети там в речную в речной русло да или здесь были такие условия в позднем в самом позднем плейстоцене что этот материал не накапливался вообще то есть не задерживался может быть там что-то прилетало да но сразу и улетал то есть вот эти последние условно там 50 тысяч лет на от 50 там до 25 условия позволяли накапливаться этой массе то есть здесь видно вот этот ледовый комплекс как он формировался это была довольно стабильная поверхность для формирования осадочных отложений любого генезиса необходимо стабильная поверхность если она не стабильная то все куда-нибудь уносится либо ветром либо вместе со снегом либо вместе с водой либо просто гравитационно как угодно на самом деле два либо это было но унеслось при переходе к голо цену потому что голо цен резкое потепление резкое таяние и просто вверха все поплыли и их ну вот доработало на данный момент до вот этого возраста сейчас мы если вы жили бы еще 10-20 тысяч лет при тех же условиях температурных что мы живем сейчас то может быть это сработалось бы еще до сюда и дневная поверхность этого оврага она была бы на уровне 50 тысяч лет то есть это ну как везде в геологии ты можешь стоять ножками на отложениях там или породах которым там два миллиона лет а можешь вот как в антарктиде на последнем слайде мы стоим втроем на щите который которому два с половиной миллиарда просто потому что сверху ничего не отложилось за счет того что там все время оледенение было все время это все сносилось ледником даже что-то что успевала накопиться и оставалось только вот скальная скальный фундамент также и здесь спасибо еще вопрос то есть остался вообще я просто не фигурирует на как не знаю насколько насколько живо он внимательно слушаем просто не всегда нам хватает интеллекта сразу вырубиться из-за дадим тех сами с интересом слушаем все это дело это самое вы не одиноки на этой планете просто мне не видно есть кто-то или нет вдвоем спасибо очень интересно у кого-то включен микрофон и и и очень сильно вы пожалуйста либо задавайте вопрос либо выключайте так сейчас меня слышно ну давай заканчивать тогда наверное раз нет вопрос а коллеги я небольшое объявление просто сделаю пока все здесь сидят да 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 ну давайте мне кажется все таки кто тут подключился на не есть вопрос если что у меня еще был по загрязнению хорошо да я задаю в общем вот как изучается вот эти все экологические воздействия у нас и может быть за рубежом если ты знаешь вот я что имею ввиду Все эти территории, как ты сказал, они давно уже эксплуатируются известными компаниями, там и у нас, и там, и вся. У них, очевидно, есть свои R&D-отделы, которые должны заниматься экологией, но они, конечно, заинтересованы. Вот вопрос, можно ли верить данным, которые от них поступают, если они поступают. Если нет, то как и насколько это изучается? Потому что я понимаю, что это можно изучать на каких-то модельных объектах, но это не то. Вот у нас есть реальная инфраструктура, которая воздействует. Есть ли возможность вот это изучить нормальными научными методами? Ну вот в том числе именно этим я, например, сейчас я занимаюсь. Миграции, аккумуляции и всего остального, различных типов загрязнений. И в общем-то, примерно историю территории, да, и если ты можешь рядом с ней подобрать какой-то относительно нетронутый фоновый участок, то, ну как бы, да, это можно изучать, потому что есть загрязнители, которые там спокойно по воздуху, например, транспортируются. Есть те, которые с водой связаны, есть те, которые могут проникать в толщу многолетних мерзлых пород, есть те, которые не могут проникать. Попасть, ну вот на такой участок, как то, что вот сейчас произошло, с какими-то благими намерениями и желанием посчитать, что же там на самом деле, конечно, никто туда не пустит. В Норильск и так-то было попасть затруднительно всегда. А сейчас, я думаю, что там они вообще все это закроют, и правду, конечно, никто никогда не узнает, что там на самом деле. Они сейчас будут рисовать, да, эти красивые картинки, как они все тут заградили, и что ничего никуда не течет. Но стоит почитать там какой-нибудь Норильский форум, там все уже давно сообщили, что озеро Пясино уже покрыто этой соляркой, хотя в докладах Владимиру Владимировичу говорят, что Пясино не допустили загрязнения его, а если солярка в Пясино, то она уже выйдет и в море, в Карское. Поэтому это бизнес. Там у них свои, да, аффилированные экологические отделы, которые очень редко допускают к непосредственно там и полевым работам, и вообще чему-то. Иногда они просят там чем-то помочь просто за счет того, что им самим лень работать, проще взять там на суп подряд кого-то. Но в итоге все равно мы с самого начала всегда спрашиваем, вы скажите, кто будет писать отчет, это первый вопрос. И второй вопрос, что надо написать в отчете. Как оно выглядит в таких местах. Но в более доступных местах, да, где можно, ведь человек-то загрязнил, имеет везде, в том числе даже такое невидимое, да, там как радиоактивное, например, загрязнение, которое так не увидишь. Это все можно изучать и в рамках там скромных проектов, как мой, и более крупных. И для этого. Хорошо. А вот что касается загрязнений немерзлотных, то, о чем ты рассказывал, может, как оно соотносится вот с исследованиями обычных, там, площадь средней широты, или нет. Это можно использовать модельный объект, везде, 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 везде. Или нет. И вот если да, то почему, если нет, то почему. Как это соотносится вообще в исследовании? Вмеренной зоне. Смотрите, вообще, как бы, исследование загрязнения, да, почв или воды, или воздуха, чего угодно, мониторинг экологического состояния того или иного природного объекта, там, или ресурса, это задача просто по обеспечению санитарных норм. Есть ГОСТ, есть определенные ВДК, ОДК, которые разработаны, там, совместно с медиками, там, еще с кем-то. Показано, что если ты кушаешь картошку, вырученную на почве, где такое-то количество углеводородов, то ее еще можно кушать. Если этих углеводородов, там, от X до Y, то ее самому не надо кушать, но можно там в животноводстве. Если больше Y, то лучше и животных. То есть, это, условно, мониторинг, это не фундаментальные какие-то задачи. То есть, все эти ГОСТы, нормы и ПДК, они, конечно, были разработаны для пропагенно развитых территорий, ну, по России, для центрально-европейской части России. Условия, которые есть, условно, там, в черноземной зоне, или, там, вне черноземной, которые тоже аграрно развитые регионы. Вот для них это все было посчитано, чтобы было безопасно, там, пить, пить воду, пить рыбу, выращивать урожай и все такое. Конечно, никто никогда не считал и не будет считать, и не будет даже задумываться о том, вот сколько должно быть углеводородов в пундровой почве, чтобы она чувствовала себя там относительно кучно, при каком загрязнении она начнет деградировать. А там отличаются эти значения? Опять же, из-за того, что там никто почти не живет, ничего не растит, там можно применять вот центрально-европейские условно ГОСТы и нормы, но это такая, нет в губном. Не говоря, например, о тех же вопросах, которые мы исследовали, в Антарктиде, не существует никаких норм ориентировочных для Антарктики. Вообще их нет просто. Никто не может сказать, сколько надо вылить солярки в Антарктиде, чтобы это сосчитать вредным или невредным. Просто не глядя. Понятно, спасибо.